Можно ли повторно подать на алименты после отказа? По закону в России, если пара, имеющая ребенка, подает на развод, одному из родителей назначается выплата алиментов. Муж не может отказаться от выплачивания денежных средств несовершеннолетнему ребенку. Но если был отказ от денежных средств со стороны матери, то придется возобновить данную процедуру. В этот момент и возникает вопрос, можно ли повторно подать на алименты после отказа, а также какие документы для этого придется собрать. Разрешено ли законом подавать повторный иск, если ранее был отказ? Возобновление исполнительного производства по алиментам вполне возможно, и по закону женщины имеют право подать на получение средств от бывшего супруга. В практике суда встречаются случаи, когда мать подает иск на взыскание денег, но стороны договариваются между собой, по этой причине. Женщина отзывает свое заявление, отказываясь от получения алиментов. Важно, для подачи нового заявления, придется заново собрать все документы и справки, а уже после этого обращаться в суд. Процедура подачи второй раз, если был отказ. Возобновить судебный процесс можно по разным причинам, например, если денежные выплаты не устраивают опекуна по размеру. Также заявление подается второй раз, если алиментщик стал недеоспособным, или же ребенок решает проживать с другим родителем. Стоит описать каждый случай более подробно. Образец заявления на алименты. До принятия дела к рассмотрению. Можно ли повторно подать на алименты, уже было рассказано, теперь стоит рассмотреть случай, когда подавать второе прошение разрешено. Есть несколько причин, по которым суд отказывает в назначении алиментных выплат одному из родителей. К ним можно отнести, были нарушены основные требования подведомственности, или же подсудности. Заявитель забыл или отказался уплачивать. Пошлину. В документах не присутствуют подписи истца. Приложение оформлено неправильно или не точно. Заявитель не появился на заседаниях более двух раз. Необходимая документация. Если причина заключается в том, что заявление составлено с нарушениями подведомственности или подсудности. То, когда причина будет установлена, истец имеет право снова написать документ и направить его на повторное рассмотрение. Важно, если бумага оформляется на ребенка, не достигшего 18 лет, или же на родственника, имеющего нетрудоспособность, то отправлять иск следует в мировой суд. При наличии решения суда, заявление о возобновлении исполнительного производства по алиментам может быть рассмотрено даже в том случае, если решение уже было вынесено, и оно не удовлетворило требования истца. Судья имеет право отказать в денежной компенсации на ребенка, основываясь на СТ-134-220 ГБК РФ, в которой подробно указаны причины этого отказа. В таком случае заявитель должен определить причину, по которой судья вынес решение не в его пользу. Также важно правильно сформулировать требования в документе. Документы на алименты в браке. В судебной практике часто встречаются случаи, когда истец подает заявление, чтобы уменьшить количество выплачиваемых средств на детей от предыдущих браков. В этом случае решение зачастую выносится не в пользу истца. Чтобы решение было положительным, женщина должна доказать, что мужчина, хотя и проживает в браке и находится рядом с детьми, не обеспечивает их полноценно, или же вовсе не участвует в их содержании. При наличии соглашения, некоторые родители решают урегулировать вопрос, просто подписав соглашение, в котором прописаны все пункты о содержании несовершеннолетнего. Но процедура может возобновляться в том случае, если мать решает получить от ответчика больше поддержки материального плана. В этом случае потребуется обращение в суд. Немногие знают, что если соглашение уже есть, то подача документов в суд уже будет невозможна. В этом случае считается, что средства будут взиматься с отца повторно, поэтому заявление принято не будет. Обратите внимание, даже если иск примут к рассмотрению, в ходе дела будет установлено наличие соглашения, и в рассмотрении дела откажут. Чтобы получить компенсацию материального плана на ребенка, истец должен расторгнуть соглашение, которое имеет свое действие при этом. Сделать это можно только по соглашению двух сторон. Если же предъявить доказательство, что сумма взыскания по такому соглашению значительно меньше, чем указано в СТ-81 СК РФ, то по закону есть возможность расторгнуть данный документ прямо в суде, а уже после этого взыскать требуемые алиментные выплаты. Замена сторон. Бумаги на получение средств могут подаваться повторно, если есть необходимость в передаче статуса взыскателя. Сменить стороны может быть необходимо в том случае, если произошла смерть взыскателя. Ребенок переезжает на постоянное проживание. К отцу, в этом случае обязанности по частичному содержанию несовершеннолетнего передают матери. На предприятие, которое производит взыскание документов, произошла реорганизация, сюда же можно отнести смену названия фирмы. Родительские права были переданы другому лицу. Есть ряд и других обстоятельств, по которым может произойти смена сторон, но все они встречаются достаточно редко. В зависимости от того, какова причина, следует составить документ, который будет строго следовать правилам Гражданско-процессуального кодекса РФ. Необходимые документы для подачи заявления на алименты. Какие документы следует подготовить? Если первый иск был отклонен, можно подать второе заявление, но для этого потребуется собрать и от документов. Если каких-либо справок не будет, судья имеет право не рассматривать дело. В пакет документов входят. Копия свидетельства о рождении ребенка или всех детей. Выписка из банка, в которой указаны реквизиты для. Поступление средств. Копия паспорта взыскателя. Если ребенок был рожден в гражданском браке, следует приложить копию о признании. Отсутство судом. Копия свидетельства о расторжении брака, свидетельство о браке. Оригинал решения суда или же исполнительный лист. Это основные бумаги, которые придется подготовить. Но в дополнение может потребоваться выписка из домовой книги, а также справки о доходах. Судебные приставы не имеют права отказаться от повторного приема исполнительного листа. Алиментщик также не может отказаться от обязанностей, установленных в судебном порядке. Если ответчик задерживает выплаты на определенный срок, то за каждый месяц он будет уплачивать неустойку в определенном размере. Когда же перечисление денег не производится более чем два месяца, гражданину может быть назначена административная ответственность. Повторное заявление для увеличения суммы денежных средств. Если алиментные суммы не устраивают заявителя, то он имеет право подать документы на взыскание средств в твердой сумме. Обычно судья назначает ответчику выплачивать на одного ребенка 25% от заработной платы. Но такая сумма не является фиксированной, если алиментщик каждый месяц получает зарплату разного размера. В некоторых случаях истец имеет право получать не только фиксированную сумму, но еще и процент заработка ответчика. Дополнительная информация, следует точно указать требуемую сумму, а также привести доказательство, почему необходима именно такая выплата со стороны ответчика. Также придется доказать, что алиментщик ущемляет право несовершеннолетнего. Если отец ребенка каждый месяц зарабатывает разную сумму средств, или же есть подозрение, что алиментщик намеренно скрывает количество своего заработка, то мать имеет право повторно обратиться в суд. Зачастую истец просит установить фиксированные выплаты, или же совместить их с процентом от заработка. Можно ли возобновить процесс, если заявление было отозвано? Повторное заявление на алименты по образцу можно предъявлять в том случае, если ранее родитель отказался от взыскания компенсации с ответчика. Мать часто забирает иск, так как договаривается с мужчиной урегулировать данный вопрос мирно. Если же ответчик перестал соблюдать соглашение, то заявитель имеет право снова обратиться в суд, чтобы взыскать денежные средства. Таким образом получается, что женщина может забрать заявление, а потом снова его подать, если произошло прекращение выплат со стороны ответчика. Документы могут быть отправлены на рассмотрение до того, как ребенку исполнится 18 лет, а также в течение трех лет после этого. Образец заявления Обращение в суд при утрате документов Каждый может потерять документы, поэтому есть возможность повторно подать иск на взыскание алиментной суммы. Но для начала придется восстановить документы, и для этого используется обращение в судебный орган. Если документы были выданы там, то получить на руки требуемые бумаги можно у того, кто выносил постановление, подав ходатайство. Обратите внимание, попасть в суд достаточно сложно, так как прием там ведется в определенные дни и часы. По этой причине истцы зачастую обращаются за помощью к нотариусам. В такой компании придется заплатить денежные средства, но процесс восстановления утерянных документов пройдет значительно быстрее. Сколько раз можно подать на алименты? В законе не указано точное количество, сколько раз можно подавать на алименты, поэтому это число не ограничено. Стоит отметить, что стороны имеют право договориться в устной или письменной форме об определенной сумме выплат, не обращаясь за помощью к суду. Но если одну из сторон не устраивает данный договор, его расторгают и решают проблему в судебном порядке.